Физкульт-привет! С вами Микспорт Скилз. Микспорт – это первый спортивный портал Украины, на базе которого собрана полная информация о спорте. Сегодня в Микспорт Скилз мы познакомим вас со Сквошем. Сейчас рядом со мной вице-президент Федерации Сквоши Украины Алена Аганисян и президент Федерации города Киев Ярослав Аганисян. Федерация Сквоши Украины – это платформа, которая объединяет любителей, юниоров и профессионалов. Поэтому ищите Сквош-корту в своем городе и присоединяйтесь в нашу Сквош-фэмили. В тот момент, когда вам нужно будет обратиться к профессионалу или найти локацию поближе к вашему дому, вы смело можете обращаться на портал mixsport.pro или на сайт Федерации – squash.ua. На этих двух ресурсах вы точно найдете профессионала, который влюбит именно вас в этот вид спорта – InSquosh We Trust. Для многих это очень непонятный вид спорта, но в данном случае вам нужно просто попробовать. Это фан, это кардионагрузка, это в любом случае хорошее настроение. Сквош в Украине уже существует как больше двадцати лет. Если брать весь мир, то ему уже больше двухсот лет. Это очень впечатляет. Сквош играет с пяти лет и до семидесяти пяти, даже и больше. Вкратце о правилах. Итак, в сквоше участвуют всего четыре стены – передняя, две боковых и задняя. Если вы играете сквош, вы в любом случае не должны бить мяч выше самой верхней линии. Она на всех этих четверых стенах. Она называется линия out. Также, что вам нужно знать? Вы не должны попадать в эту линию. Она называется линия down. И ниже нее. Игра начинается с подачи. Чтобы попасть в подачу, вам нужно ударить мячик выше этой линии. Она так и называется – линия подачи. Стоять при этом нужно, когда вы подаете подачу в этом квадрате, либо в этом квадрате. Он также называется просто – квадрат подачи. И мяч должен прилететь в любом случае в большой прямоугольник. Тогда это будет считаться правильной подачей. Соперник отбивает мяч – начинается розыгрыш. В розыгрыше уже линия подачи не имеет никакого значения. Уже эти квадраты и эти линии не имеют никакого значения. Чтобы вы начали играть сквош, вам первое, что нужно, конечно же, ракетка. Второе – удобная футболка и, конечно же, шорты. И, что самое важное – специальные кроссовки для сквоша. Любой юниор, либо ребенок до 18 лет, обязан играть в очках. Итак, Тимур сейчас бьет мячик, и мяч будет слететь в районе его ноги, либо его тела. В этом случае я обязан не бить по мячу. И тогда мне просто присудится очков. Если я ударю по мячу, я нанесу ему трамп. И мячом, и даже могу ракеткой. Мяч полый, резиновый, он бьется очень больно. Ну что, пробуй, мой друг, разобраться с техникой удара. Очень важно, чтобы ракетка была не здесь, в ладошке, а ближе к подушечкам пальчиков. Если игрок подает слева квадрата подачи, мяч должен прилететь в противоположный большой прямоугольник, уже с правой стороны. Тогда продолжится розыгрыш. И, что очень важно, чтобы после каждого удара игрок возвращался в центр корта. Тогда вы будете практически всегда успевать на любой удар. Если мячик ударяется больше одного раза, это уже будет прозрач. Очень важно ударить верхнюю часть передней стены, и тогда мяч гарантированно прилетит в заднюю мишень. Для чего? Вашему сопернику будет от этого очень неудобно. Сделать раньше замат, ударить мячик напротив себя и при ударе направить ракетку вверх. И при всем при этом, мой центр тяж должен быть пониже. Зачем? Чтобы в момент удара меня не развернуло. Сделать вовремя замат, ударить немножко раньше и направить ракетку немножко правее в центральной части передней стены. Смотрим. Вот это отлично! Мяч вообще полетел туда, куда нужно. Третий удар. Дроп-шот. Стрейт дроп. Либо просто дроп. Нужно ударить максимально низко в переднюю стену, чтобы он прилетел к боковой стене. Потому что возле боковой стены максимально неудобно отбить вашему сопернику мяч. Четвертый удар. Боунс. Также бьем его в левой задней части корта. Не напротив себя, а чуть-чуть дальше, за собой. А теперь мы с Тимуром продемонстрируем вам игру. Тимур сейчас кинет жребий ракеткой, чтобы мы выяснили, у кого будет право подачи мяча. Я буду выбирать вот это положение. Соответственно, Тимур вот это положение. Две правильные буквы F. Это значит, что Тимур подает подачу. Тимур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тимур выиграл 1.6. Тимур, поздравляю. Еще один важный момент. Если вы наконец-то познакомились со сквошем и ставите для себя цели просто получать нагрузку, хорошую компанию и просто, в принципе, разобраться со сквошем, что это такое, дословно его изучить, вам, в принципе, будет достаточно трех тренировок в неделю. Но если вы ставите перед собой чемпионские цели, допустим, как Тимур, он уже чемпион Украины, он тренировался 6-5-6 дней в неделю, по 2 часа это минимум. У него уже 11 медалей. Но он говорит, хочет еще. Регистрируйтесь на Мигспорт, ставьте лайки, пишите комментарии, присоединяйтесь к самому большому спортивному порталу страны и будьте в курсе всех событий. Редактор субтитров А.Семкин